ПЕСНЯ Владыка, очередную нашу беседу хотелось бы начать с вопроса. Почему, по вашему мнению, в настоящее время вопрос о смысле жизни особенно актуален в нашем обществе? Наверное, потому что он утерян, смысл жизни зачастую, особенно среди молодежи, когда сейчас можно все, как говорится, попробовать здесь и сейчас, и потом, получается, не к чему стремиться. И заканчивается так быстро у молодых людей тем, что прыгают с этажей, разбиваются, употребляют наркотики, после которых становятся психически больными. Поэтому, наверное, не только молодежь, но и родители, и взрослые ищут ответа, напряженно ищут ответа, какой же смысл жизни человека на земле. И особенно, когда человеку плохо, когда он страдает, над этим он особенно серьезно задумывается. – Сегодня несколько вопросов, посвященных именно смыслу жизни, потому что, наверное, все-таки эта тема очень актуальна, как вы уже сказали, особенно в молодежной среде. Почему, согласно философам, если только существует Бог и душа бессмертна, у жизни может быть смысл? – Ну, то, конечно, более философский вопрос. – Более философский, да. – Да, и как-то не специалист философии. Ну, а вообще смысла действительно не может быть возвышенного, если нет бессмертия, если человек ничем не отличается от обезьяны, от свиньи, там, от собаки. И только когда человек все-таки существо мыслящее, и, как говорил один из ученых в области богословия, только человек знает, что он смертен. И вот, когда он знает об этом и не видит, как говорится, потом смысл, что проживу там пять, десять, пятьдесят лет, ради чего страдать, мучиться. Ну, вот, говорят некоторые, вот выращу ребенка. Но еще не факт, что этот ребенок будет, там, сын или дочь, потом с любовью относиться к отцу. Ну, у него свободная воля, и он может пойти совершенно по-другому пути. И все труды, воспитание могут оказаться напрасными. То есть, даже вот такое, как говорится, святое дело вырастить ребенка, и тот, ну, не всегда, как говорится, дает удовлетворение, особенно не когда-то в перспективе, кажется. А когда уже человек имеет уже определенный опыт, и когда дети не всегда послушны, в наше время это очень зачастую случается, что дети не всегда уважают родителей. Это беда нашего общества, к сожалению. Да, да. И поэтому только в том, что человек бессмертен, и именно в христианстве, православии обретается высший смысл жизни. Очень, на мой взгляд, интересный вопрос задали наши телезрители. Вот как раз в продолжении темы. Христианство наполняет жизнь человека смыслом. А почему же тогда не все люди становятся христианами? Ну, видите, опять упирается в свободу воли человека. И он, каждый человек решает сам за себя, быть ему с Богом или идти против Бога. Конечно, сказывается и наследственность, и гены, и привычки, приобретенные в течение жизни, они очень оказывают на человека большое влияние. И даже апостол Павел, который, в общем-то, был, можно сказать, и философом, ученым, по крайней мере, мужем, и подвижником, и, в принципе, святой, и то свидетельствует в одном из посланий, он говорит о себе и вообще человечестве, что я, что хочу, то не делаю, а чего не хочу, то делаю. То есть он делает анализ внутреннего состояния человека, что у человека живет болезнь, или, как мы, христиане, называем грех внутри человека, который человека заставляет делать не то, что подсказывает ум, совесть. И человек зачастую не может справиться, как в народе говорят, с вредными привычками своими. Поэтому здесь нужна Божья помощь. Чтобы помощь Божья пришла, нужно с верой, горячей молитвой обращаться к Богу и просить неотступно. Это тоже труд и подвиг. Ну и потом нужно приступать к таинствам, не только посещать храм, но и исповедоваться, причащаться. И тогда человек получает благодатную помощь в борьбе с самим собой. Но опять же это труд. И труд нелегкий, но труд ради и временного, и вечного блага. То есть ради и временной жизни, и вечной жизни. Но не всем нравится трудиться. Кто-то, как пословица, солдат спецслужбы идет, так, по такому принципу. Или как тут, меня удивляло, и удивляет такая позиция некоторых. Говорят, вот, хорошая у меня работа, ничего не делает, деньги получает. Ну а как тогда, если не все будут ничего не делать, кто-то будет что-то делать, и за счет чего будем жить. То есть вот психология есть такая. Человек избирает, и он не всем, кажется, хочется быть добрыми, особенно, из-за того, что очень много потрудиться, чтобы стать именно по-настоящему добрым, не только казаться таким, а по существу стать добрым, приближаться к Богу, святым. И в этом отношении, конечно, святые для нас образцы, примеры для подражания, идеалы, к которым нужно стремиться. Сегодня наш повседневный обиход вошел в компьютер. Особенно увлечены им дети, которые компьютер, наверное, дает немало хорошего, но, к сожалению, дает и немало плохого, особенно для здоровья ребенка. А как, по-вашему, должен относиться верующий человек к многочисленным тем компьютерным играм, которыми увлечена наша молодежь? Наверное, в большинстве своем это нужно относиться к ним отрицательно. Может быть, есть какие-то игры, которые развивают мышление, или какую-то зрительную память. Ну, то есть, ведь их действительно бесчисленное множество, и создатели этих игр какую цель ставили? Для чтобы ребенок убил время, или чтобы способствовать развитию его интеллектуальных способностей, других способностей. Но в своем принципе, наверное, не погрешу, если скажу, что к компьютеру нужно относиться как к средству, которые помогают человеку жить в современном мире. Возьмем, например, машину. Без нее сейчас трудно себе представить делового человека, которому нужно успеть и в Минске быть, и в Пинске, и в Гродно. Но это не значит, что можно маленьким ребенком 3-5 лет доверить ключи. Ну, сынок, садись за руль и едь. Как тебе вздумается? Для того, чтобы этот сынок не наделал бед, нужно, чтобы все-таки он достиг определенного возраста. Во-вторых, он должен пройти курс обучения. Как правильно ездить, знать законы, правила вождения, должен отвечать за свое поведение. И тогда уже можно доверять ему садиться за руль. То есть, есть определенный возраст. Так и в этом отношении. Может быть, какие-то корректировки должны быть, но все-таки не секрет, что компьютер облучает человека. Если в таком зрелом возрасте это не так опасно, хотя тоже ограничено. Ведь время пользования компьютером, чтобы не навредить своему здоровью, чтобы онкологические заболевания не возникли, не поразили организм. А для ребенка это особенно опасно. И опасно не только потому, что он облучается, но и потому, что ребенок должен двигаться, он должен развиваться. А если он часами сидит, а если сутками сидит, он уже потенциально инвалид. Ну а если уже говорить о компьютерных играх, которые создаются спецслужбами определенных стран с определенной целью, чтобы это сродство массового уничтожения, не надо никаких ракет, самолетов за миллиарды долларов. Не надо бомб. Да, не надо. С помощью техники можно уничтожить целые народы. А уничтожим детей, значит, не будет будущего. Поэтому здесь нужно очень осторожно. И в первую очередь это должно касаться родителей, чтобы все-таки они, если они хотят видеть ребенка своим здоровым, хотят видеть ребенка преуспевающего в этой жизни, тем более способного для жизни вечной, то здесь нужно очень дозировано. Потому что даже пища, если она есть, если принимать умеренно, то она на пользу человеку, подкрепляясь. А если есть без меры, только болезни вызывает. Интересно, на мой взгляд, поступил вопрос от наших телезрителей. Приводятся слова Христа. Не мир пришел, а принести, но меч. Как это понять? Христос не учил, даже один обратился к нему, представитель избранного народа, говорит, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной имение, доставшееся от родителей. Господь говорит, а кто поставил меня судить вас? Господь пришел на землю не для того, чтобы установить здесь какое-то земное царство, а для того, чтобы человека научить правильно жить. Я уже вот говорил слова апостола Павла, что делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. То есть задача, которую ставил Иисус Христос, научить человека воевать своими недостатками, вредными привычками. В этом отношении он принес меч. То есть каждый человек, пока он на земле, он воин Христов, каждый христианин, конечно. Он должен воевать со своими привычками, которые достались и от родителей, и он в течение жизни приобрел. Вот в этом отношении Господь говорит, что я принес не мир, но меч. У нас в Жировицах действует Минская духовная семинария и академия. Да, академию уже перевели в Минск. Но, тем не менее, семинария готовят священнослужители. Но не все знают, каким образом семинарист уходит на приход. И телезрители интересуются, должен ли выпускник семинарии, чтобы получить приход, обязательно жениться. И продолжение вопроса. Всякое в жизни случается, может быть, батюшка остаться без матушки, или наоборот, имеет ли право священнослужители, став новцом, жениться второй раз? Сразу столько много вопросов задаете, что трудно на них ответить исчерпывающе, не забыть, не упустить ничего. Ну, в первую очередь, такое правило, что семинарист, который успешно учится и заканчивает семинарию, действительно, чтобы принять сан, в первую очередь, это именно приход уже как бы вторая часть или последствие того, что он принимается, он должен действительно создать семью. Ну, или же это уже как исключение, некоторые избирают другой путь, путь монашества, но это уже особые люди избранные, к этому должно быть призвание от Бога, чтобы потом не жалеть всю жизнь. нужно создать семью, и семья называется Малой Церковью. И один из учителей Церкви, апостолов, говорит, что если ты не можешь управлять Малой Церковью, как ты будешь управлять приходом? То есть для того и семинарист должен жениться, чтобы создать свою домашнюю Церковь, Малую Церковь, чтобы показать и архиерею, и людям, что он действительно умеет управлять Церковью этой, что можно поставить управлять приходом. Для этого одна из причин, почему он должен семинарист жениться. Ну и конечно практика у нас показывает, или история христианства показывает, что конечно на приходе священник должен быть женатым и иметь матушку. и даже есть канонические правила, что если вдруг жена уходит в мир иной, то священник должен уходить или в монастырь, или за штат, запрет, то есть уже не быть священнослужителем. Конечно, это уже решает архиерей, которому дана полнота власти, он отнесет ответственность перед Богом из-за того священника. Ну, вот такие правила. У нас есть примеры, к примеру, отец Виктор возглавляет в Слониме собор, он без матушки. Это что, так сказать, послабление уже в связи с возрастом? Ну, примеры действительно исключения есть, я сказал, что уже архиерей на себя берет ответственность перед Богом, перед людьми. Но это, как говорят, в каждом правиле есть исключение. Так вот, и здесь исключение. Он, конечно, человек особый, друженник. Вот, и я думаю, что те, кто и уроку полагал, и при тех архиереях, при которых он служил, никто не жалеет, что его возвели в сан священника, много сделал добра для слонимчана, для других местностей. Где не был, всегда строил восстанавливаемый храм, послужил для пользы нашего Отечества, наших людей. У нас на все служения в церкви женщины имеют, будем так говорить, мирским языком свободный доступ. Женщины у нас возглавляют женские монастыри, но у нас нет женщин-архиереев. Хотя, ну, в продолжение того, что я начал говорить, все-таки есть в православной церкви места, куда женщинам вступать запрещено. Тот же святой Афон, где с 422 года доступ женщинам запрещен. И последняя женщина, которая вступала на святую Афонскую землю, была царица Плакидия, дочь Феодосия Великого. И с тех пор, когда услышала запрет от иконы в тем не менее, люди интересуются, а почему в русской православной церкви не бывает женщин-архиереев? В армии генералы женщины были. А почему вот такая традиция у нас в русской православной церкви, в том числе и белорусской? Ну, если идти по такому пути, то можно задать вопрос, а почему у нас мужчины не рожают детей? У каждого свое предназначение. Если говорить об Афоне, то можно сказать, что там есть женщина, которая вот уже не одно столетие управляясь этой горой, Афон это удел Божией Матери. Для нас мирских людей кажется, что загробный мир есть он там, нет, а для монахов это реальность и даже не только для монахов. Один фотограф, когда вот начал, было открыто так сказать явление фотографии, сфотографировал монахов и когда проявлял значит фотографии пленку и увидит, что там женщина на пленке. Хотя ну понятно, что не было и детали я уже не могу рассказать, не помню. Я сам видел эту фотографию, по-моему, даже в русском монастыре, когда раздавали монахи приходящим паломникам, скитающимся, монахам, которые живут в дворах, в ущельях, смотрят и женщину фотографии. Так не было женщины, женщина, то есть Божья Матерь там реально присутствует. И те, кто имеет высокий, высокий духовный уровень, живут, высокий духовный уровень, них, они видят ее, они беседуют с ней и получают от нее задание. Тоже отец Ефрем, который сейчас в Америке находится, уже 18 монастырей построил, получил Божью Матерь задание в Америке открыть 20 православных монастырей. Поэтому просто у каждого свое предназначение. Это же беда, в народе говорят, если сапожник пироги начнет печь, пирожник или как делать сапоги, это будет беда. Так и церковь каждому свое предназначение. Ведь и Бог создал мужчину, создал женщину. Они разные по своему устроению. Каждого высокие задачи. Не просто так на земле прожить жизнь, а задачи, например, у женщины большинство из них становятся матерями. Это же высочайшее предназначение. Человек создан по образу и подобию Божию. И Бог, как говорят ученые в области святые, для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом по благодати. То есть это степень совершенствование наше бесконечно. И вот кстати только в православной христианстве православной веры женщина возвышена вообще превыше всего. Первой после Бога она. Божия Матера она честнейшая херебина, славнейшая бессравния серафима. Но она же женщина и она возвеличена через чадородие, через то, что она родила Иисуса Христа, через своей обыкновенной чистоты, целомудрие, смирение. Она возвышена выше всех, не только людей, но и ангелов, архангелов. Поэтому говорить, что женщины чем-то обделены, это неправильно. Но то, что не может мужчина рожать, хотя сейчас питаются, создать таких уродов. Так Бог установил, так и в церкви принято для женщин свои послушания и обязанности, для мужчин свои служения в церкви, для мира. Я, конечно, еще не ответил, но пытался указать на то, что здесь не должно быть стремления мужчине стать женщиной, женщине и мужчине, что-то кто-то ущемлен чем-то. Есть высочайшее предназначение каждого человека совершенствоваться на земле, сохранить человеческий образ, его возвысить до образа Божия в себе. Стать Богом по благодати предназначения, но это надо трудиться. Среди священнослужителей есть так называемое белое и черное духовенство. А что послужило исторической причиной создания или появления так называемого черного духовенства монашества? Наверное, исчерпывающий ответ я не дам на эту тему, но постараюсь ответить. Ну, сказать, что православной церкви и традиции сложилось так, что действительно белое и черное духовенство. Это вопрос рассматривался на соборах архиерейских, на местных соборах. И так вот в церкви ради пользы установлено два вида духовенства. Но у каждого духовенства свое предназначение. Черное так называемое. Но это в простонародье белое и черное духовенство. Хотя я не видел белые рясы ни у кого нормального священника. Все носят черные рясы. Но есть чем-то отличаются одежды. Понятно, что у женатых священнослужителей как называют белое духовенство, черное монашествующее. Монашествующее духовенство для монастырей это священнослужители, которые выполняют послушание в монастырях. Их конечно в процентном отношении мало. Я не брался никогда посчитать сколько в процентном отношении священника черного духовенства. Может один, может два процента три. Никогда не задавался этим вопросом. Но на приходах служат как правило священники женатые. Это правило такое. Если где-то есть исключение, то это исключение, которое не может быть правилом. Но что тут можно еще сказать. Исторически так ответить сразу не готов. Кстати, вот продолжение разговора. Один из насельников Монашеской Республики, которая считается Афонской горой, где множество монастырей, 20 основных и множество скитов, считает, что в Монашестве ныне взят курс на более светский образ жизни. Как вы полагаете, согласны вы с этим? Или в нашей Белорусской Православной Церкви это тоже так? Это актуально или нет? Как-то немножко вопрос звучит странно. Вы знаете, я вспоминаю святителя Игнатия Бринчанинова, тоже ученый в своей области богословия и вообще умнейший человек, знаменитый в XIX веке живший, он говорит, что в монастыре ведь живут люди, которые жили в миру, родились в миру, они видели, как живут их сверстники, они не могут быть кардинально отличаться от тех, кого они видели, кому подражали в миру. Да, они стремятся к совершенствованию, они борются своими привычками, они совершенствуются. Я не говорю о каких-то смертных грехах, что недопустимы ни в православной среде, как в мирской миру, ни в монастыре, я говорю о таких грехах, например, осуждения, гнев, раздражения, то есть, что в миру порой не считается из-за греха. Но это болезни, пусть они не смертельные, не сразу убивают человека, но болезни, которые ведут к смерти души, бессмертной причем души. Поэтому не могут быть в монастыре монахи вот так кардинально отличаться от мирских людей. Ну, я имею в виду, конечно, порядочных, я не имею в виду разных сейчас таких течений, которые младо-сатанизма. Поэтому, конечно, нельзя сравнить монашескую жизнь в IV веке и в XX веке. Естественно. Ну и потом, ведь и требования тоже, ведь, как бы сказал, жизни наше, слава Богу, сейчас мы переживаем время такого, назовем духовного расцвета, может, не совсем правильно, но время, когда, по крайней мере, никто не боится прийти в храм, не боится, что из-за этого его уволят с работы, посадят в тюрьму или еще хуже поступят с ним. То есть, человек имеет свободу, право выбора, но вместе с тем и нужно и поэтому, да, люди могут прийти в храм, но вместе с тем мы жили же время, ну и застали советское время, когда, допустим, в Беларуси только был один монастырь и тот пытались закрыть всячески, только, я считаю, только вмешательство Божьей Матери чудесным образом об этом свидетельствует история жировецкой обители, что не удавалось даже один в отчете своих, в своем отчете один из партийных руководителей пишет, что нам все, всегда что-то мешало закрыть Почаиловскую лавру и жировецкие монастырии, ну а сейчас больше монастырей, но вместе с тем и церковь имеет возможность и в школы идти, приглашают священнослужителей, и сотрудничать с разными различными структурами, все для блага Отечества наше, для возрождения, духовности, поэтому, естественно, конечно, меняются условия, ну где-то, конечно, человек соприкасается более тесно с миром, тот же монах, он, естественно, уже, может быть, той высоты не достигает, если бы он жил в пустыне, там где-то в дремучих лесах подвязался, там в землянке, в этом плане, может быть, имеется в виду, что вот обмерщение монашеской жизни, но монастыри тоже должны не просто жить ради себя и должны помогать обществу в духовном плане, к этому призывает нас в священном начале, наши, мы должны быть послушания, но я думаю, что монах, который высказывал в своей колокольне афонской варил, тоже, что он не может знать всех подробностей нашей жизни в Белоруссии. Вы упомянули Игнатия Брончанинова. Сегодняшнюю беседу нашу хотелось бы закончить тем торжественным мероприятием, мы считаем, что это будет торжественное мероприятие, которое должно произойти с 25 по 27 июля в Жировицком монастыре. Давайте немножко подробнее скажем об этом. Да, милостью Божией, надеемся, что Господь благословит и Божия Матерь с 25 по 27 июля здесь будет пребывать святыня, или чайшая святыня считается, это часть одежды, которую носил Сам Господь наш Иисус Христос, пропитана, как говорится, его потом и кровью. Ну и список Тосской иконы Божией Матери чудотворной и икона святителя Игнатия Брянчанинова с частицей его мощей. И, естественно, верующие могут приехать, поклониться этим святыням, помолиться Господу Божией Матери, святителю Игнатию Брянчанинову, попросить о своих нуждах. И есть множество примеров привоза святынь и в нашем монастыре, и в другие места, что люди получают исцеление от незлечимых болезней. Люди, бесплодные родители, потом у них рождаются дети, причем не один ребенок, а уже несколько детей. То есть молитва с верой и молитва о святыне, она приносит свои плоды добрые. Поэтому приглашаю всех желающих, у кого будет возможность приехать поклониться этим святыням, которые, надеюсь, прибудут и в нашей жировицкой обиде. Ну что ж, спасибо большое. Бог помочь всем нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова